Ольга Барловская В тьё и жарко, как никогда, несмотря на капризы погоды. На трассе сильнейшие взрослые лыжники Сибири и Дальнего Востока. В республиканской филармонии прошли торжественные мероприятия, посвященные году Хакасского эпоса. Национальный колорит в каждом движении актёров. Минздрав Хакасии получил крупную партию инсулина. Запасов препарата хватит минимум на полгода. Вот смотрите, сейчас вот смотрите, что есть. Вот дают в рыбу, инсулин мне не дают. Сегодня в Хакасии объявлено штормовое предупреждение. Поднявшийся сильный ветер принесёт с собой морозы. Холодать начнёт уже в субботу вечером. Как сообщают синоптики, в Хакасии 30-31 января ожидается резкий перепад температур. Сегодня и завтра порывы ветра до 15-20 метров в секунду. А вот уже в субботу вечером специалисты рекомендуют утепляться. Мороз минус 27 до 32. На дорогах гололедица и снежные накаты. В МЧС рекомендуют воздержаться от прогулок, походок и дальних поездок. Сегодня из-за сильного ветра в Хакасии без света остались больше 5000 человек. Самая серьёзная ситуация в посёлке Зыгские копья. Без электричества с утра остались водозабор и котельная. Водозабор запустили на генераторе. Котельную поддерживают в ручном режиме. Там без света более пяти часов находились полторы тысячи жителей. В Таштепском районе из-за непогоды не повезло жителям Верхнего и Нижнего Имика, а также деревни Харой. Отключение произошло на местной подстанции в обед. Искать неполадки энергетикам пришлось больше трёх часов. А в Усть-Абаканском районе пострадали жители Калинина больше 2000 человек. Из-за ветра произошла авария на линии. В Хакасии из-за сильного ветра временно закрыли трассу на Саиногорск, сообщил Валентин Коновалов на своей странице в соцсетях. Движение ограничено на дорогах Абакан-Саиногорск, Абакан-Агдавурак в сторону Таштыпа. Власти рекомендовали отменить рейсы общественного транспорта из Абакана до Саиногорска и из Аскиза в Таштыпский район до того, как погодные условия улучшатся. Для легкового транспорта проезд в этих направлениях открыт. Причиной стали метели. Видимость в этом направлении ограничена. Опасность представляет и гололедица. Всего на дороге региона вышло 92 единицы техники. Работают в усиленном режиме, однако риски аварий все же сохраняются. Поэтому глава обратился к жителям республики с просьбой воздержаться от дальних поездок. Цинизм, бесчестие и бессилие психологи дали оценку поступкам людей, которые втягивают в политические распри категорию саму незащищенную детей. Этой схемой возмутились многие россияне. Немедленно отреагировали на такое нарушение закона и института общественности. Сегодня к жителям республики обратился уполномоченный по правам человека Хакасия. Амбудсмена волнует то, что детские неокрепшие умы забивают ненужной и опасной информацией. Прискорбно, что для своих мероприятий организаторы не стесняются, привлекают несовершеннолетних граждан. Он может являться, конечно, недопустимым, поэтому обращаясь к родителям, обращаясь к преподавательскому составу учебных заведений с просьбой провести соответствующие беседы, усилить контроль за детьми, указать прежде всего об ответственности, об опасности и других последствиях негативных участия в таких несанкционированных мероприятиях. Политологи уже сравнили методы нынешних организаторов несанкционированных акций с самыми страшными страницами нашей истории, когда детьми защищались немецкие оккупанты, использовав их в качестве живого щита. Главный детский защитник Хакасии Ирина Ауль сегодня отметила, радует лишь тот момент, что многих ребят не удалось обмануть, а преступные призывы вызвали у них только вопросы и неприятия. Накануне детский омбудсмен встречалась со школьниками и ребята сами подняли тему незаконного вовлечения их в политические игры взрослых. Меня поразило, что в школах дети сами задают мне вопрос о том, есть ли у них право для участия в политических мероприятиях и какие санкции могут последовать, если такое случится. И поэтому вместе с детьми мы вчера разбирали этот вопрос о том, что участие в созидательной, нужной для нашей стране жизни у них есть, право есть. Но выражение политических взглядов у них начнется с того момента, когда наступает у них право на участие в избирательных кампаниях. К пытливому детскому уму интересно все новое. Ребенку необходимо чувствовать себя нужным и активным участником всех происходящих событий. Поэтому школьники кинулись в омут с головой, не просчитав и не подумав о последствиях. Свою оценку такому поведению, а главное, почему это произошло, дают психологи. Существует иллюзия, что когда ребенок вырос, третий класс или четвертый класс закончил, он уже большой, он сам может делать уроки, сам может заниматься своими делами. Это самая опасная иллюзия. Чем ребенок становится старше, тем больше он нуждается в сопровождении и внимании родителей. В сопровождении, внимании и личном участии родителей в каждом моменте его жизни. А главное, рассказать о последствиях каждого шага, каждого поступка. И дабы не допустить беды, прошу вас, будьте внимательны к вашим детям. Не допустите их участия в том, что нанесет им, возможно, непоправимый вред. Потому что невинные призывы к прогулкам могут обернуться большими скандалами, неприятностями. И, по сути, могут даже перечеркнуть всю дальнейшую жизнедеятельность ваших детей. Будьте внимательны и бдительны. Наталья Данина, Руслан Шалганов, РТС. Призывы к участию в неслангционированных акциях детей неприемлемыми считают и в региональном отделении Всероссийского общественного движения «Матери России». Общественники обратились с открытым письмом к родительскому сообществу. Под документом подписалось более ста представителей различных общественных объединений, среди которых Общественная палата республики, Лига хакасских женщин «Алтынай», Отделение Всероссийского общества инвалидов, Волонтеры Победы, Совет ветеранов. В письме говорится о недопустимости привлечения детей к несанкционированным акциям. К родителям обратились с просьбой не оставаться в стороне от тревожных событий, в которые втягивают подростков. Наши дети в опасности, и только мы, родители, можем оградить их от взрослых политических игр, говорится в обращении. В этом году наш регион получит больше 150 миллионов рублей на благоустройство общественных территорий и дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Какие муниципалитеты Хакассии преобразятся в этом году, узнал Оскар Артамонов. В нынешнем году в Хакассии будут благоустроены 37 дворов и 53 общественных территории. Речь идет о республиканской столице, Саиногорске, Абазее, Вершине Тёе, Белом Яре и других муниципалитетах нашего региона. На эти цели республике выделяется больше 150 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». И все, казалось бы, замечательно, но из-за нерасторопности местных властей города и села рискуют остаться без внушительной финансовой поддержки из федерального центра. Подобная ситуация совершенно недопустима, подчеркнул Валентин Коновалов. Такая возможность улучшить городское пространство, а вы, извините меня, сидите и особо не шевелитесь, ну вот кроме Абакана. Ну, коллеги, так не должно быть. Я жду от вас все-таки активности. С документацией уже завершайте работу и надо выходить на заключение контрактов. Как сообщил руководитель Минстроя Хакасии, на сегодняшний момент муниципальные контракты заключены лишь по 13 дворовым и трем общественным территориям. Сроки поставлены жесткие. Все вопросы по контрактованию должны быть решены до 1 марта. Я организовал работу в субботу-воскресенье. Хотелось бы, чтобы мы вместе с вами плодотворно проработали и выдержали свое слово, и вся проектно-смертная документация сегодня была бы передана в экспертизу. Финальной, но не менее важной темой сегодняшнего совещания стала адресная региональная программа по переселению граждан из аварийного жилья. В этом году планируется выделить 93 миллиона рублей, что позволит построить две блок-секции многоквартирного дома в Черногорске и один многоквартирный дом в селе Коммунар Ширинского района. Оскар Артамонов, Антон Михайлов, РТС. В Хакасию поступили инсулин и другие необходимые лекарства для диабетиков. Сегодня началась их раздача льготникам. Какие препараты есть в наличии и когда придет следующая партия, расскажем прямо сейчас. Два месяца инсулин не получал. Вот сейчас он спрашивает. Вот это вот, это не получал, это новое выписание. Вот смотрите, сейчас вот смотрите. Что есть. Вот дают в рыбу, инсулин мне не дают. У Анатолия Трубина диабетом болеет жена. Из месяца в месяц он приходит сюда, в Абаканскую поликлинику, за льготными лекарствами. Правда, время от времени мужчина уходит с пустыми руками. Препаратов просто нет. В этот раз удача на его стороне. Инсулин выдали. В Хакасию пришла первая в этом году партия. А это 10 тысяч упаковок. Инсулина всего у нас 13 наименований. На складе уже мы имеем полугодовые потребности, по некоторым полугодовые, по некоторым потребности трех кварталов. Поставки идут в ежедневном режиме. Мы автоматически сразу после прихода отгружаем сразу в аптеки. Из 13 наименований на складах Акасии есть уже 9. Инсулиновый голод отступил и у Нины Шаповала. Ей лекарства также выдадут сегодня. Пойду сейчас это выпишу по рецепте, потом это получу. Ну есть наличие? Да, вот. Я звонила, мне сказали, есть. Самый востребованный у диабетиков препарат инсулиновой группы приедет в наш регион уже в первой декаде февраля. Та же история и с тест-полосками, таблетированными сахароснижающими медикаментами. Электронные торги по приобретению сахароснижающих таблетированных форм продолжаются. Контракты заключаются. На сегодняшний день контракты заключены из 6 наименований по 3 наименованиям. До конца дня будут заключены еще 2 контракта со сроками поставки 1 декабря и начало 2 декабря, февраля. Препараты выдадут и федеральным, и региональным льготникам. Всю информацию по наличию лекарств можно узнать по телефонам горячей линии Минздрава или льготных аптеках. Напомним, общая сумма контрактов более 400 миллионов рублей. Полина Назарова, Антон Михайлов, РТС. За минувшие сутки в Хакасии выявлено 57 новых случаях заболевания ковидом, прошли лечение и выздоровели 96 пациентов. В то же время 4 жителя республики с диагнозом коронавирус не смогли выдержать натиск инфекции. Таким образом, общее число умерших с начала пандемии 382 человека. Поэтому переоценить сегодня важность вакцинации просто невозможно. Как в Хакасии проходит прививочная кампания, смотрите в нашем сюжете. По состоянию на сегодняшний день прививку от коронавируса получило 3537 жителей Хакасии. Вторую дозу двухкомпонентной вакцины уже проставили 7% от общего числа. Это один из немногих способов уберечь себя и своих близких, а тяжелых последствий болезни, подчеркивают специалисты. Вчера мы получили, оприходовали и распределили, и развезли во все наши медицинские организации 2700 доз такой же пентичной вакцины, которая у нас была и ранее. Сегодня мы возобновим, продолжим нашу вакцинацию во всех районах и городах нашей республики. Как сообщают в региональном Минздраве, до конца февраля в нашем регионе планируется провакцинировать 14600 человек. В целом система здравоохранения возвращается в штатный режим работы. Возобновлена плановая медицинская помощь, а количество ковидных коек постепенно сокращается. Несмотря на это, медучреждения Хакасии на сегодняшний момент располагают 43% свободного коечного фонда. Поэтому глава Хакасии потребовал проявить максимальную заботу к людям с хроническими заболеваниями и гражданам старше 65 лет. Мы видим, что там очень высокая летальность. Их действительно нужно приоритетно госпитализировать при малейших подозрениях на ковид. Пусть даже и кажется, что там оно в легких формах протекает. Оскара Артамонов, Антон Михайлов, РТС. Питьевая вода, безопасность детей и молодежная занятость. Это главная тема, которая сегодня волнует жителей Алтайского района. Со своими трудностями люди обратились к главе республики. Прием граждан прошел в Белом Яре. Чистая вода – вторая после воздуха составляющая, необходимая для существования всего живого. Но для жителей улицы Заводская в поселке Языкские копии чистая вода – роскошь. То, что течет у них из кранов, не годится даже для бытовых нужд. У нас живет 132 человека взрослых людей и 32 ребенка. То есть у нас воды вообще нет. У нас есть техническая вода, которую пить невозможно. То есть техника вся, то, что мы покупаем, машинки, водонагреватели, они буквально служат нам. А пригодят вам негодность, да? Проблему могла бы решить программа «Чистая вода». Но попасть туда у поселка сейчас нет возможности. Она сверстана до 2024 года. Пытались заявиться в другой федеральный проект – комплексное развитие сельских территорий. Но здесь также нужно ждать год, а то и больше. И все это время люди будут страдать без чистой воды. Есть и другой выход – подключить улицу к центральному водопроводу поселка. Но на это нужны деньги – 5 миллионов рублей. Давайте так договоримся. На этот год это сделаем. Я поручение дам, чтобы 4 миллиона выделили. Все. Оставшаяся сумма тогда из средств муниципалитета. Другая трудность у жителей деревни Кайбалы, вокруг которой в последние годы ведется активное жилищное строительство. Район называется «Завидное». Только не всему здесь можно завидовать, говорят местные жители. На прием обратились староста деревни и директор школы. В «Завидном» живет много ребятишек. Каждый день они бегают в школу и обратно, прямо через оживленную трассу. Жители просят оборудовать в этих местах пешеходные переходы. Минтранс Хакасии уже работает над этим. Мы на первом плане сегодня делаем освещение. У нас где-то к февралю месяцу, в течение февраля освещение будет включено. И, соответственно, то, что касается пешеходных переходов, значит, в плане два пешеходных перехода и с наступлением положительных температур, я думаю, в апреле, мы приступим и в этом же месяце мы их сделаем. За безопасность детей волнуются и жители Аршанова. В районе села разбита дорога, по которой возят в школу детей, что совсем не безопасно. Да и водителям это сильно затрудняет движение. Дмитрий Петрович, обеспечить на этом участке дороги действенный контроль за большегрузами, и надо отремонтировать. Ну, либо с привлечением разрезов, либо за бюджетный счет. Ну, да, дорогу нужно сделать. В следующем главе обратился руководитель молодежной приемной Алтайского района. Иван Сицкий попросил финансовую поддержку для создания в районе добровольческого центра. Помещение есть, а вот сделать ремонт и купить мебель не на что. Глава Хакасии подчеркнул, молодежи обязательно пойдут навстречу, но чтобы решить вопрос о выделении денег, нужно понимать, сколько требуется. Составлением сметы в ближайшее время займутся в Мину Барнауки Хакасии совместно с администрацией Алтайского района. Мария Мишнина, Дмитрий Щеглов, РТС. Лучшие спортсмены России приехали в Хакасию. На базе спортивно-тренировочного центра Теоя проходит чемпионат Сибири и Дальнего Востока по лыжным гонкам. Первое состязание выиграла наша землячка Диана Головань. Зрители в этот раз не пригласили из-за пандемии. Наш корреспондент Ольга Барловская побывала на соревнованиях и расскажет вам, как они проходят. В Теои жарко, как никогда, несмотря на капризы погоды. На трассе сильнейшие взрослые лыжники Сибири и Дальнего Востока. И каждый из них выкладывается по полной, чтобы победить в чемпионате. Сейчас самая азартная часть состязаний – финальные забеги. Спортсмены не жалеют голосовых связок, чтобы поддержать друг друга. Трассы в Теои отличные, многие участники здесь как дома. Всего 145 человек из 13 регионов зарабатывают рейтинговые очки. Есть люди, которые участвовали и в чемпионатах страны, многие участвовали и в первенствах, и на Кубке России, участвовали на этапах Кубка мира, та же Головань Марьяна была в сборной, и на первенствах мира юноши. Достаточно сильный у нас округ сибирский, и Дальневосточный вместе взятый тем более. Много известных имен. Серебряный призер Олимпийских игр Александр Бессмертных. Мастера спорта международного класса, в их числе Анастасия Казакул из Магаданской области. Она стала серебряным призером чемпионата в гонке на 10 километров и с принтиклассическим стилем. Понятно, что сюда приезжает больше молодежь, которые хотят себя проявить здесь, потому что у них нет, например, допуска до финала Кубка России. Для них это шанс попасть с первого по третье место, попасть на финал Кубка России. Поэтому они, конечно, себя здесь хотят проявить. Для нас это текущие старты, которые подводящие к финалу Кубка России, который пройдется в Тывкаре. Погода испытывает участников перед стартами почти минус 30. Первый день соревнований – сильная метель. В таких условиях прошли гонки классическим стилем. Победителями стали Александр Бессмертных и наша Диана Головань. Воспитанница спортшколы Тёя тренируется под руководством Александра Фалеева. Диана участвует в чемпионате вместе с сестрой Марьяной. Недавно обе девушки переболели коронавирусом, но быстро вернули форму. Сейчас я чувствую гораздо лучшее у меня самочувствие, и форма, и желание бегать появилось. В начале сезона, так как я переболела, тяжело было выступать, и мотивации не было. Сейчас все хорошо. Стараюсь не пропускать старты, готовиться к финалу Кубка России, к чемпионату России. В четверг прошел спринт классическим стилем, тоже при сильном ветре. Победители Александра Шумолина, Красноярский край, и Илья Тихоненко, Новосибирская область. Сегодня у спортсменов тренировка, завтра эстафета. В воскресенье – коньковая гонка. Это заключительный день чемпионата. Жюри подведет командные итоги соревнований. Ольга Барловская, Станислав Колчинаев, РТС. В Абакане на сцене республиканской филармонии прошло торжественное открытие года Хакасского эпоса. Минкультура запланировал цикл мероприятий на 2021 год. Так впервые в республике пройдет международный симпозиум Хакасского эпоса. Выше всех гор в этом месте был, могучий красавец Ерин Тос был. Открывает праздничную программу номер студентов Муз-колледжа из программы «Земля предков». Яркие краски, музыка и движения исполнителей понятны и без слов. Эпос «Героическое повествование о прошлом» – это картина народной жизни и мира героев-богатырей. В октябре прошлого года при поддержке Минкультуры России в Хакасии состоялось открытие Международного культурного центра, где прошел фестиваль героического эпоса. Именно это мероприятие стало отправной точкой для проектов под эгидой года Хакасского эпоса. Глава региона отметил символично, что мероприятие проходит в Центре культуры, который носит имя великого сказителя Семена Прокопьевича Кадышева. Я думаю, что год у нас должен пройти действительно плодотворно. И мы здесь делаем все вместе для того, чтобы наша культура развивалась. В том числе, как можно больше людей заинтересовались и узнали о Хакасском эпосе. Спектакль «Айхучин. Лунная принцесса» – эпос, написанный знаменитым Хайджи Петром Кирбежековым. 8 тысяч строк необходимо изложить почти за час. Повествование в спектакле ведется в форме горлового пения. От сцены не оторвать глаз. Артисты воплотили образы своих персонажей в восхитительных танцах. Главная героиня – красавица Айхучин, дочь Каней, рожденная в человеческом обличии и живущая среди людей. О девушке и заботятся старшая сестра Хисханы, брат Ханмерген. Однажды за столом избалованная любовью и лаской Айхучин похвасталась, что стала сильнее, чем сам владыка темных сил и могущественные отворцов. Чаяны рассердились и наказали красавицу, превратив ее в птицу. Она понимала язык зверей и от них узнала о грозящем нападении на деревню. Героям предстояло сразиться со злым духом в образе Белесова-Волка и расколдовать получившую урок Айхучин. Подъем просто изнутри какой-то идет, такая волна позитива и просто какой-то гордости, какого-то такого впечатления, не знаю, вот я, это мое, это мой народ, это вот моя история. То есть у меня просто все изнутри, просто какая-то волна прошла, это вот с самого начала. Это очень интересно и то, что год Хакасского эпоса, это нужно продвигать, чтобы национальные традиции, ну и эпоса также, все о нем слышали, знали. В рамках открытия года Хакасского эпоса Валентин Коновалов отметил благодарственными письмами работников культуры. Торжественные мероприятия расписаны на весь год. Уже 30 января состоится фольклорный концерт ансамбля «Айлан-Эс». Катерина Ирушина, Андрей Доржу, РТС. Сегодня республиканская ледовая дружина провела повторный матч в Хабаровске. Накануне хоккеисты «Саян» уверенно переиграли местные «Скани» в «Тяник», а сегодня закрепили свой успех с разгромным счетом. Имея в активе с учетом этой встречи 49 очков, «Саяны» таким образом обеспечили себе довольно приличный отрыв от других команд. Игра началась на встречных курсах. Оба клуба активно атаковали друг друга и первыми добились успеха хозяева. Но «Саяны» сдаваться не собирались. Абаканец Севрюков восстановил статус «Кво». А далее Захваткин выскочил один на один, не оставил шансов голкиперу «Ска» 1-2. И вновь армейцы ошибаются. Розвезив, одиночку разобрался со стражем ворот хозяев. Оборона хабаровчан дала явный сбой. Ведь третий выход подряд на рандеву с вратарем и счет на дабло 1-4. После перерыва игра пошла еще веселее. Для начала команды обменялись голами 2-5. Дальше безукоризненные пенальти и уже 2-6. Затем отметился и наш капитан Евгений Ткачук 2-7. Еще три мяча побывали в воротах армейцев. Итог 2-10. Следующий матч на выезде «Саяны» проведут в Арсеньеве с Востоком. Игры назначены на 1 и 2 февраля. В последнее воскресенье января ежегодно отмечается Международный день без интернета. И это отличная возможность сделать выходные насыщенными, активными и интересными. Подробности в нашем материале. У вас есть все шансы как следует отдохнуть, повеселиться и даже потратить время с пользой. Выходные – это отличная возможность записаться на экскурсию, сходить в Краеведческий музей или просто побродить по лесу. У всех есть любимые места для прогулок, а также любимые занятия. Вы бывали в центре зимней анимации. Любители фотографий могут посетить мастер-классы по зимней фотографии, авторские фотозоны, сделать фотосет в зимнем сосновом бару в загородном лагере. Там же можно покататься на коньках и лыжах, санках и плюшках, попробовать себя в спортоориентировании и на туристической полосе препятствий. В Абаканском парке культуры и отдыха около спорткомплекса «Абакан» вообще можно поучаствовать в фоточеллендже всей семьей на лыжи и все на лед. Заодно и успеть поплавать в бассейнах в спорткомплексах «Абакан» и «Типсей». Опробовать коньки еще можно в спорткомплексе «Саяны» и крытом комплексе «ЦСК». Выходные с детьми – это хороший шанс самому недолго вернуться в детство и не прослыть при этом чудаком. Сходите на новый мультфильм в кинотеатр. Так в прокат вышли и семейка Крутц. Харизматичные герои, как члены клана Крутцов, просто не в силах усидеть на месте и смело идут навстречу самым головокружительным приключениям. Или мультфильм «Дума», который придется по вкусу и подросткам. Талантливому пианисту и по совместительству школьному учителю музыки Джо Гарднеру выпадает уникальный шанс выступить в составе легендарной группы в самом знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка. Для любителей острых ощущений можно сходить на сеанс «Охотник на монстров» с главной героиней Мила Йовович. Ну а если вы страстный любитель животных, вам путь в зоопарк. В этом году он претерпел массу изменений. Новые вольеры для хищников, пантер, львов, причем с теплыми полами и бассейнами. Хотите познакомиться с семейством пятнистых оленей или застать мишку, который так и не улегся в спячку? А может быть увидеть питона, который в мороз сам себя греет? Еще один вариант для интровертов – уединиться в тишине с фантастикой или найти в магазине новый комикс. Как правило, на них часто предлагают хорошие скидки. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации на нашем сайте tvrts.ru и во всех социальных сетях РТС. Оставайтесь с нами.